Время немного болтологии заснять, пока я жду, как наберется полный бак воды в бане. В общем-то, вот деревня, место, я в котором вырос, можно сказать, частично. Значительную часть своего детства я провел здесь. Вот эта речка, это река Вишера. В переводе с мансийского Пассер-Я, или Большая Вода. Это место стало таким объектом паломничества туристов, что ли. Потому что огромное количество в летние месяцы их сплавляется здесь. И недалее как три дня назад мы наблюдали просто забитый до отвала противоположный берег. Дело в том, что все, большая часть, скажем так, природных, культурных объектов по реке находятся и выше по течению. То есть вот там, с той стороны. Соответственно, все здесь заканчивают свой маршрут. Часть заканчивает здесь, часть сплавляется дальше до города. Город, кстати, виднеется. Вот там, отсюда до города километра четыре, может пять. Вот. Деревня называется Бахари. Вот. Так как у меня фамилия Бахарев, это наводит на какие-то мысли. Но на какие, я и сам не знаю. Вот этому дому очень много лет. Здесь отец мой родился. А березе еще больше лет, чем дому. Вот так вот. Вот на этой поляне я крутил пятаки на мотоцикле, не понимая еще, что не нужно, не нужно портить травяной покров, что это плохо. Вот здесь на бетонной дорожке следы видны еще лорда. У нас был такой прекрасный водолаз, черно-белый. Прожил у нас много лет, но потом погиб, но вот себя увековечил в бетоне. Вот такой вот, такой вот пес. Вот это новый дом. Ну как, новый по отношению к старому. Там, в общем-то, мы живем временами. Иногда сдаем его в аренду в исключительных случаях. Вот там топится банька. У этого дома мы недавно с отцом крышу перестелили. Разобрали там угол с шифером 25-летним, который лежал там очень-очень долго. И вот пришло время. Перестелили крышу над пристроем в бане. А буквально вчера я снял огромное осиное гнездо вот из этого гаража. И меня вот немного беспокоит, что осы там все равно тустят. И как-то придется обрабатывать место. И может повторно зачищать. А все дело в том, что очень хорошо нагревается днем гараж железный. И они прям очень любят это место. Просто раньше мы так часто туда не заглядывали. И поэтому они себя чувствовали совершенно вольготно. И там под потолком, ну, с десяток, наверное, наберется этих осиных гнезд. И вот только нынче мы решили дать им бой. В конце концов, наш гараж. Так что, ну, нафиг. Вот так вот. Дальше. Вот там вот хозпостройка в виде туалета классического, деревенского. А вот там вот постройка под названием Домик Сторожа. Или Домик Антона и Лары. Это мой брат Антон и его первая жена. Они здесь жили какое-то время. Вот. Дальше Домик в Угу. Это несостоявшийся заброшенный проект еще одного гостиничного домика. который мы хотели сделать. Но что-то не пошло. Что-то пошло не так. И сруб был готов. Но он изначально был какой-то не очень хороший. В том плане, что там очень заболоченное место. И недостаточно оказалось того фундамента, который сделали под него. И поэтому Домик пошел в Кривь и в Кось. Ремонтировать его что-то было и накладно. И особо желания не было. Его, в общем, прошло 10 лет. И он уже скоро разваливаться начнется. Начнет. Единственное, наверное, решение разумное. Его пересобрать где-нибудь в другом месте, где по суше. И, конечно, подкорректировать как-то его назначение, может быть. Но, не знаю, посмотрим. Тут у нас небольшой огородик. Который внезапно, Бал Николаевич, решил себе тут разбить. И странная такая штука. Сейчас я, как приехал сюда, чувствую какой-то очень большой душеводный подъем. В том плане, что я чувствую в себе силы что-то сделать лучше здесь. Но так как подобных объектов, как деревни, здесь очень много. То есть, например, я начал наводить порядок немножечко. Или, в общем, развел свой бардак в сарае на Свердлово, где родители у меня живут. Чтобы сделать там подобие мастерской. Но чертовски легко переоценить свои возможности и силы. Особенно, когда ребенок маленький. И, в общем, я чувствую, что я уже подостощил запас своих сил на гараж. А еще и здесь столько дел. И, в общем, где на это все взять энергии и денег, это пока загадка для меня. Вот туда, вдаль проходит наша улица. Жилых более-менее домов деревни Бахари. Раз, два, три. Три дома в ту сторону. И еще один дом за нами. Всего здесь обитают постоянно два человека всего. Это крайний дом с той стороны и за моей спиной через наш дом, соседний участок. Отсюда уходит дорога на гору Палют. В общем-то, эта дорога начинается прямо здесь. И вот, пожалуйста, в ту сторону. Примерно через семь с половиной километров. Если совершить нехитрые действия, значит, повернуть влево-вправо пару раз, можно добраться до горы Палют. До вершины. Если немножко изменить, значит, действия влево-вправо, то можно добраться до деревни Оралово. Без комментариев. И дальше на Искар можно добраться до Чердани. Здесь проходила в шестнадцатом-семнадцатом веке дорога. Памятник, кстати, этой Вишерской дороги находится на базе Ветлан, которую я уже много раз пытался заснять. Тоже такой обзор Чег. Но что-то все никак руки не доходили. Вот так вот уютненько это выглядит. А что касается вообще даже не то, что планов, это просто, знаете, так, типа, я свою душу так ублажаю, что ли. Я вот думаю, что вот было бы здорово сюда привезти маленький экскаватор какой-нибудь. Вот там вот за этим гаражом залить, просто отсыпать, значит, сначала, не знаю, десяток КАМАЗов щебня, потом залить там площадочку ровную бетоном, поставить огромный ангар. И в этот ангар, значит, чтобы он служил, короче, отправной базой порядка. Чтобы там стоял какой-нибудь маленький экскаваторик, которым можно все вот такие окололандшафтные работы выполнить, там что-то подсыпать, что-то убрать, прочистить фарватер на реке, потому что река мелеет. И, конечно, не хватает техники, чтобы это все сделать самому. Чтобы почистить дно, чтобы выкопать ямку для купания, в конце концов. Запастись каким-то огромным количеством газонокосилок и выкосить к чертовой матери всю эту траву, чтобы было меньше мошек. Перекинуть по новой коммуникации. Залить опалубку новую у дома. Поменять там внутри батареи. Чтобы было хорошо, сделать туалет нормальный, в конце концов. И, блин, это будет просто великий кайф. Впрочем, даже сейчас, если мы сюда приезжаем, ну, лично я, по крайней мере, точно не скажу за свою жену, хотя она тоже говорит, что ей нравится, но я вообще душой отдыхаю практически всегда здесь. Тут, конечно, не получится просто приехать и лежать на диване. Вот, надо что-то делать постоянно. Но все равно это как бы с лихвой окупается каким-то таким спокойствием душевным, что ли. Не знаю. Вот такой вот у меня разговор получился. С маленькой пластмассовой коробкой. Да. Спасибо за внимание. До встречи.